так друзья всем привет значит что у нас по нашим новостям нашего лично подсобного хозяйства ожидаем опороз должен быть сегодня по срокам сегодня ну может быть задержка день 2 то есть сегодня может завтра ожидаем опороз рижки вона у нас покрыта кантором ну пьетреном поэтому ожидаем его деток каштан я приготовил ящичок туда порастать если что от нее отсадить пока еще встает поэтому еще рано я думаю на и на завтра ну ну побачим молоко пиде и разберемся потом так что у нас по по нашему сараю сарай потихоньку тоже мы делаем так сказать не сидим не ждем чогось от когось сами делаем мы уже сделали полностью приемы для векон я короче начитался коментарии ваших и все переиграл в каком смысле в том что канализации мы делаем на входе канализация у нас теперь при входе и уклон так есть как мы и оставляем как раз будет хорошо стекли ты по цему уклону то есть будет как раз отлично это первое что и сделали короче так через прольот векна в кинсти два прольота недели зробим два окна у фронтоне получается а так мы все же для векон розъемы сделали а cd уже есть тут и будут векна тут между ними по прольоту не будет перенесли дрова пенопласт чтобы дрова не мешали цели стены так и крутимся новости какие у этих двух моих работников богдана назара появился канал на ютубе я ставлю ссылку на их канал попросили сделать им рекламу потому что кажут мы тебе помогаем и ты нам рекламу ну короче роблю им рекламу вот такого вот таким образом будут сами векна сама не триснути ну получается уже пидсаму пидсамы векна есть рама а четвертя потом понабиваем сброски в 30 на 40 или 30 на 30 будет четвертя сделаем сами петли ручка замочка буду отлично пластиковое векно самой так сказать раме и что еще хотел сказать тут а мы делаем всю часть бруске шире почему потому что тут а буду у нас соприкасание всей клетки свои не будут соприкасаться с клетками поэтому мы тут а чаще делаем тут тут и там так само а эти торцевые стенки свиньи контактируют здоровье с ними не будут почему потому что буду подгорожено сантиметров по 50 типа как для поросят там буду я планирую если все нормально будет и ты батареи то есть это котел будет тут по центру стоять а мы на уже він есть советский кс-10 и сделаю утопление 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 буду в каждой клетке батарея поэтому я как бы цель все в планах у меня с этими стенками торцевыми здоровью свиньи контактировать не будут то есть профлистом а где будут я там усилю и брусом из двух сторон уголки все получается те две клетки и эти две клетки потом чешу у нас получается стойка 80 на 80 а брус а брус 10 сантиметров и получается два сантиметра зазор зачем мы его оставляем для того что зимой по-любому буду стойка промерзать и мы чтобы эти два сантиметра полистиролом утеплять все колонны снаружи то есть будут если взять учесть пенопласт буду вот так уже с полистиролом то есть у меня спрашиваю я буду не буду промерзать я зачем тут а я вставляю зачем я взял стойку 80 на 80 а брус сотка у меня шириной эти два сантиметра ну вот примеру цем полистирол 8 утепление шмыг и так везде по всем по всему периметру будет повик нам понятно по всем понятно кольца ждем со дня на день может сегодня привезут может завтра будем опускать кольца кто там знает и может посоветовать подскажите як их туда вкидывать кажут первое кольцо просто вкидать эти два опускать то есть там уже есть копачи кто соображает подскажите три кольца и крышку мы будем опускать потом еще одна из коментарии спасибо за коментарии будем робить перегородки скорее всего кто из писал неповненим название аккаунта и швакоблока будем ложить перегородки швакоблока перегородки уже решил и потом с коментариев в окна в фронтоне с коментариев уклон оставить такие как есть такие как есть такие оставить то есть каждая клетка меня будет по уровню залита а сам проход буду с маленьким перепадом туда на низ хай так и будет потому что мы на два желоба тоже туда в канашку будут идти по отоплению сказав что тоже планируем на быть и всю землю яку мы вытянули из канализации будем использованы сюда як насыпь потому что в этом месте у нас будет здоровый навес ну грубо говоря так земли насыпано ты таки и буду навес и навес будем использовать там или машину поставить или просто там забой делать и сразу что-то площадка будет и будет тоже слив с этой площадки в тюж канашку як будем производить забой хлопцы роблять молодцы вопросов нема проблем нема он и бревна кипу перетягивали сами порядки наводят тут потихоньку так что по помощникам ничего не скажешь и тут аж лохмиття была цела гора туда перекинули спрятали да спрятали пока туда потом если что эти все хохорюшки чтобы оставалось ненужные доски будем топить зимой у сараи если сделаем отопление от забора я дешев 4 метра ну так и чтобы туда дерево я кис посадить и чтобы дальше от забора 8 метров 30 сетки кинем и потом бетон на клетки как будем заливать но так что кажи назад ничего про стройку тоже будем снимать интересно типа как трейлер ну первые видео чем у водолая ну я кину их ссылку да кому интересно нам приятно вам приятно нам приятно хорошо там меня просила подписаться одна давно уже неделю назад или больше покажи машку заказывала з машки поросят маша что у нас маша машка у нас все нормально вона у нас поросла все по ней отлично все по ней хорошо отдыхай а цеша у нас машка потом покажи дюрковка писал мне покажи дюрков я киво не стали я же не не подниму дал 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 ось вам дюркей ну если другое число то получается месяц после последнего взвешивания у них было килограмм по 25 я уже его не подниму второе число а А они сами заходят. И также покажу этих, потому что тоже кто-то писал, покажи. Это, друзья, не из Киева, не киевская генетика, а эти трое. Это те, что Юрины, они на норме сидят, то на свиноматке. Это те, что я купил и взвешивал по 32 кг. Я им двери начал закрывать, потому что туда ходят срать. И они теперь начали тут, бля кормушки. Сейчас им насыплю. Я вообще стараюсь, чтобы у них корм был. И спрашивал меня, даю я траву. Да, вот здесь косы. Я так, ну, им только то и давал недавно. И кидаем, и сын подряд разносим. Истюха наривает, то есть даем сын. Едять нормально. Кто спрашивал, даю я траву зеленую самим свиням. Да, даем. Потом также такой вопрос. Чи не будет холодно, стены не будут промерзать. Сейчас вам расскажу. Дивите. Тут, получается, у меня будет, допустим, ну, тут понятно, каждая колонна будет у меня утепляться отдельно полистиролом. Ох, тебе бегают. Сейчас же сарай останет нас. Полистиролом каждая колонна будет утепляться. Потом сюда пенопласт 100 миллиметров десятка. Потом снаружи на АЦВС будет так и есть поролон утеплитель с отражательным. С этой стороны снаружи и внутри так будет. И заливка будет внутри, то есть по профлисту уже, как внутренний профлист покрутим. И сама палубка будет снаружи. То есть я не знаю, сколько отмосток мы будем заливать еще снаружи по периметру. То есть вот такие у нас, как бы, планы на это все. Крепим мы весь брус вот таким вот образом. Получается довольно таки неплохо. Крепко, хорошо. Вопросов. По всем нема. Работы еще, правда, много нет. Уже руки болят крутить эти саморезы. Метал особенный. Тяжеловато. Все записываю полностью, что касается расходов. Маша, что они так падают? Ну, бегай иди. Они ж только ждут, чтобы их выпустили. Хитрый? Наезжают на нашу бурю. Что ты тут делаешь на нашем районе? Да извините, я весь они буду шлях мотать. Также я там в конце поставлю бачок с водой. Скважину, наверное, тоже будем быть со временем. Ну, не знаю, чи сразу. Но вообще планирую скважину быть. Там поставлю бачок с водой. И на две стороны, она сюда как раз уклон идет. На две стороны, в каждую клетку, вода. А там бак поставлю. И там же поставлю котел. И пластиковые трубы на батареи. Сделаю насосы. То есть, если здоровые морозы. Босарай здоровый. Чтобы отапливался. Бо много кто пишет, что будет холодно. И будет там, как бы, оно очень холодное. Ну, что оно очень холодное будет исключено. Воно сам по себе пенопласт. И те утеплители. Будет эффективно и тепло. Самое главное, чтобы не промерзало на самих стойках металлических. Поэтому я и буду каждую стойку утеплять. Ну, получается вот так окошечко. Дуже у нас красиво будет, я так думаю. Будет непогано. Самыми векнами. То есть, будет красотень. Получается, раз, два, три, четыре. И тут раз, два, три, четыре, восемь. И там два штуки поставим на торцах у фронтоне. Тут у меня спрашивают, как тут будет? Тут же ж низко. Тут низко. Тут еще будет верхний брус. Грубо говоря, до потолка. Еще метра полтора. То есть, будет крыша двускатная. И сама перемычка, ригель. Яка будет держать шарнирную стропила, так сказать. И еще метра полтора добавим висоты. То есть, висоты тут хватит. По самой, по среднему продову я так и определился. Два метра буду делать. Два метра так и будет вот этот проход. И с двух сторон сантиметров по двадцать пять. Сами ложбиночки. А так, выходит, довольно таки даже и непогано. Отличный, да. Бачите, кто строит сарай. Будет отличный. Он все больше и больше укрепляется. То есть, еще заливаем вот эти стойки, которые на клетке будут основные несущие. Одних поваримся сюда. Тут аж лакоблок. Заливка. Переднюю часть металла. Поварим арматуру. Будет хороших, отличных шестнадцать клеток. Ну, не знаю. Может, не лысых шестнадцать будет станок для опороса. Ну, штуку в четырех, в пяти будет стопудов станок для опороса, чтоб я загнав. Вона там родила. Ну, как-то опоросилась, выкормила. Перегнав ее в пустую клетку или до всех. А туда опять. Ну, как-то так думаю. Или сам станок прикрутив, открутив. То есть, будет тоже так интересно. Процесс идет. Осталось нам по канализации, чтоб канализацию закрыть, кинуть туда кольца. Кинем сегодня кольца. А кто он укрытит? А может. А, застрял. 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 Цей тут купается. А цей застрял. Бежи. А, голова застряла. Бежи. О, ё-моё. А ну, подержи. Назар, потом же я выйду. так что делайте для поросят сантиметров по 10 это так для поросят по 10 сантиметров нормально а ты уже здоровье я уже запомнил но тут надо для здоровья по натворю иди давай а ну будь подожжи позагоняй давай не сюда вообще стань там открывать до кони уже стал и ого я все маню не маню не вот и надо им навык воды не мог сейчас на мир так же друзья по мангалу я кима на мангал я уже на нем жарил трошки ржавчинка взяться підігнал мне сварщик кораблик мангал кораблика мы с ним сварщиком робили сварщиком був на кораблях ангар ну на катерах на лодках яхты и він мені за мной роби на том объекте підігнала такий мангал в виде катера также друзья спрашивают у мене шо підстеляешь ну сейчас у меня салома есть підстеляю и обычные пилки тоже підстеляю чем кормлю кормлю я наше производство белкового витаминно-минеральная добавка водолага называется мы сами но не сами завод производа в киевской области село плахтянка и цим я кормлю ростуть дуже хорошо почему таки вопрос что мы чуть чуть дороже чем все другие я вам скажу чего то что в основном у нас еде соевый шрот не макуха а макуха переработана повторно выходишь рот соевый шрот высокого качества який не по девять и не по десять гривень килограмм это первое а в мешку грубо говоря там в районе 90 процентов со соевый шрот качественный все остальные добавки витамины и так дальше и тому подобное но единственное что мы не кидаем сами соби и на продажу гормоны роста мы могли бы сдешевить мешок сделать его 500 600 гривен но там надо все как бы удешевлять мы на цены где можем это сделать что цена будет мешка 500 гривен 600 но мы этого не делаем у нас 770 так пока есть надеемся что подешевее ну зато кто берет пользуется самой водолагой бмвд не жалуются это у меня ровер финиш вот этим я и кормлю сказать что у меня там кормил куча не так как есть в отрубе беха трошки кукурузы в основном это я брал по 350 ну что у меня есть и я добавляю ну короче что дешевше теми кормлю это сразу чем вы кормите что у вас такие свиньи вот теми кормлю сами мы понимаем что и может сами и грубо говоря дитвора наше есть и брать неизвестно что мы не хотим поэтому приняли решение делать кто уже попробовал то только ними кормит поэтому у меня нет рекламы на канале за наши бмвд я написал описание это все объяснять доказывать кому что-то вон уже не интересно потому что есть куча людей яки ним кормить нам хватает все нормально так же друзья мы не спрашивали як воно будет считаться и канал один интересуется сам себе свиновод и вот он меня спрашивает как оно будет считаться ну как типа здание конкретно с кирпича с бетона недвижимость или как обычный легкий навес считается как обычный легкий навес яки ты можешь разобрать перенести он в те место или вообще убрать или разобрать продать стройматериалы то есть профлист труба тот же самый брус он все как бы разбирается и продается ничего ты тут а не портишь особо ничего ты не теряешь единственное что ты получается ничего не возьмешься оцем маленькие сваечки такие опять же пішло три мешка на сам фундамент но это не расходы а так нам не понравилось передумал заниматься или передумал чтобы он был тут а перенести его в другий сарай ой в друге место взял разобрал металл раскрутив пенопласт витягнул продав или весь сарай продав разобрал друге место взял мы так на работе ангары постоянно в одном месте разбирали перевезли зібрали поварили профлистом обшили все и так постоянно документы на таки сараи временки на весне не надо на таки надо но мы на их нема я построю то не знаю может придется еще разбирать тут плане яку барбарос поэтому кто его за что еще будет дальше но таки у нас взламы дела стройка двигается все нормально все хорошо лишь бы хватило сил возможностей желание есть если желание есть значит все буду чеки бумбони всем пока